Галатам 5 глава, с первого стиха. Сегодня мы будем читать из Библии короля Иакова, и из расширенного перевода Библии. Через призму Нового Завета вы многое увидите в новом свете, и, казалось бы, знакомые библейские стихи откроются перед вами в новом свете, в свете благодати, и к вам придет более глубокое понимание этих стихов. Итак, в первом стихе говорится, «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос». В 4 главе Галатам мы читаем, что Иисус пришел искупить нас от закона, тем самым освободив нас от бремени закона, от необходимости неукоснительно соблюдать все Его предписания. В 4 главе послания Галатам написано, что Иисус подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. В 4 главе Галатам мы прочитали, что младенец или раб – это тот человек, который живет по закону, отчаянно пытаясь исполнять все Его предписания, во всех своих поступках, руководствуясь буквой закона. Но Иисус пришел освободить вас от закона и сделать сынами Божьими. А как происходит усыновление, когда вы, будучи свободны от закона, живете по водительству Божьего Духа, Духа Благодати? Поймите, прежде чем освободить евреев от закона, кстати, закон был дан еврейскому народу. Я до сих пор не понимаю, зачем мы тратим время, пытаясь освободить язычников от закона, который нас не касается. Бог заключил с нами Новый Завет, о котором мы читаем в 8 главе послания к евреям, и который распространяется на язычников. Но мы настолько привыкли жить по закону, что теперь поглощены тем, чтобы растолковать людям, что нам незачем поступать по закону, исполняя все его многочисленные предписания и полагаясь исключительно на собственные силы, что отныне мы ведомы Божьим Духом, и это гораздо лучше. Потому что Дух Святой научит вас тому, чему записанный закон никогда вас не научит. Он побудет вас почаще обнимать жену, будет вести и направлять вас, и научить тому, чего вы раньше не знали. Аминь. Итак, дальше, смотрите, здесь сказано, «Итак, стойте в свободе, который даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Посмотрите, что здесь говорится. В расширенном переводе написано, «Христос освободил нас, чтобы мы жили свободно». Поэтому укрепитесь в этой свободе и не возвращайтесь в рабство. Что такое иго рабство? Это жизнь по закону. Он называет такую жизнь рабством. Послушайте внимательно, что он пишет. В расширенном переводе написано, «Христос освободил нас, чтобы мы жили свободно». Свободно от чего? От закона. Поэтому укрепитесь в этой свободе и не возвращайтесь в рабство. Не старайтесь исполнять закон. Не старайтесь жить по закону. Не делайте этого. Понимаете, о чем идет речь? Второй стих. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». В этом отрывке Павел пишет о людях, которые решили исполнять закон частично и совершить обрезание. Он говорит, «На что вы рассчитываете? Вы думаете, что сможете исполнить закон? В таком случае вам не будет никакого толку от Христа, потому что вы ставите исполнение закона выше своей веры в то, что Иисус уже сделал. В расширенном переводе написано, «Слушайте, что я, Павел, вам говорю. Если вы соглашаетесь принять обрезание, значит, Христос не принесет вам никакой пользы. Ваше неверие мешает вам получить что-либо от Бога». Таким образом, ваши отчаянные попытки исполнять закон, вопреки тому, что Иисус уже сделал, чтобы освободить вас от закона. Во втором стихе Библия называет это недоверием. Тем самым, вы как бы говорите, что у вас больше веры в соблюдение закона, чем в завершенную работу Иисуса Христа. Он говорит, «Вы можете совершить обрезание, но в таком случае, когда вы это сделаете, полагаясь на соблюдение закона, Христос не принесет вам никакой пользы, потому что это проявление неверия». В третьем стихе он продолжает и говорит, «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Он говорит, «Вы пытаетесь исполнять закон частично, выборочно, в то время, как вы должны исполнить весь закон». И даже исполняя закон частично, вы ставите себя в такое положение, когда Христос не принесет вам никакой пользы, потому что это проявление неверия, недоверия, и вы все еще испытываете потребность соблюдать закон. Это в полной мере описывает современную церковь. Мы говорим, что спасены по благодати, в то же время рвемся исполнять закон. Пусть не весь, пусть частично, и делаем из этого проблему. Он говорит, «Христос не принесет нам никакой пользы, Он хочет, чтобы вы приняли то, что Он совершил на кресте. Он искупил вас от закона, чтобы вы могли всецело довериться тому, что Он совершил для вас. Он искупил вас от закона, чтобы вы могли довериться завершенной работе Иисуса Христа. При этом, даже частичное соблюдение закона ставит вас в такое положение, когда вы теперь обязаны соблюсти весь закон». Иакова 2.10 гласит, что, нарушив что-то одно из законов, вы нарушили весь закон. В то же время мы упорно продолжаем смешивать спасение по благодати с необходимостью соблюдать закон, потому что нас всю жизнь учили поступать по заповедям. Но тщательно исполняя все 600 с чем-то законов, мы попросту не понимаем, что Он сделал. Он искупил нас от закона и сделал сыновьями и дочерями всемогущего Бога. Для чего? Чтобы отныне мы руководствовались не законом, а святым духом, который подскажет, научит и покажет нам такие места, куда закон никогда в жизни не доберется. Послушайте, закон свят, но не делает вас святыми. Он совершенен, но не делает вас совершенными. Обращаясь к теме, из вас, кто продолжает думать, что я хотя бы и спасен благодатью, но должен исполнять закон. Он говорит, на прошлой неделе Бог дал мне такое откровение. Есть разница между незаслуженной милостью и лицеприятием. Чтобы заслужить благосклонность, нужно приложить немало усилий. Когда вы делаете все возможное, чтобы перед вами открылись благоприятные возможности, и чтобы люди были к вам благосклонны. Тогда как незаслуженная милость не зависит от приложенных усилий. Незаслуженная милость – это когда я доверился Христу, и Он все для меня сделал. Когда я полагаюсь на Него, а не на свои силы. Будучи верующими людьми, мы должны понимать, что незаслуженную милость нельзя заслужить. Ее нельзя заработать. Самый быстрый способ отпасть от благодати – это решить, что я ее заслужил. Попытка ее заслужить – это стремление выдвинуться самому вместо получения незаслуженной милости. Друзья, будет лучше, если мы обратимся к первоисточнику и узнаем библейское определение этого слова, не вырывая из контекста. Скажите контекст. Запишите слово контекст. Очень важно читать Библию в контексте, потому что если я вырываю прочитанное из контекста, истинный смысл прочитанного искажается. Такое случалось со многими из нас, когда мы вырывали прочитанное из контекста и оставались ни с чем. Все эти годы мы были обделены религией, а иногда и церковью, потому что нас всю жизнь учили, что за добро воздается добром, а за зло злом. Но так было по закону. Веди себя хорошо, и Бог тебя благословит. Это суть завета закона. Теперь, когда вы под благодатью, как бы вы себя не вели, плохо ли, хорошо ли, Бог относится к вам одинаково хорошо, потому что его доброе отношение к вам не зависит от вашего поведения. Бог поклялся самим собой благословить вас. Он нивелирует вашу роль в завете и будет верен вам, даже когда вы не верны, потому что схема добром за добро требует от вас определенных усилий. Бог говорит, я нуждаюсь в людях, которые доверятся завершенной работе Иисуса Христа. В тот момент, когда вы признаетесь в собственном бессилии, несостоятельности, в этот момент вы будете готовы принять благодать и довериться Господу. Когда вы сделали все возможное, но все зря. Когда вы стучались в закрытую дверь, но ответа не последовало. Когда вы сделали все, чему вас когда-то учили, но безрезультатно. В этот момент вы готовы сказать, Господи, я не могу этого сделать, но ты можешь. В этот момент в вашей жизни начнут происходить удивительные вещи, потому что вы, наконец, исчерпали себя. Вы отказались от своих попыток влюбить в себя Бога. Да и зачем, когда через кровь Иисуса Он уже доказал вам, что Его любовь к вам вечно, и что Он никогда вас не оставит. Это окончательно. Это часть завершенной работы Иисуса. И Он ждет тех, кто доверится Ему. Да, но есть то, что зависит только от нас. Не зря есть пословица «На Бога надейся, а сам не плашай». Это слова человека. Бог этого не говорил. Это слова Бенджамина Франклина. А вы навязываете Богу свою помощь в деле искупления. Бог не нуждается в вашей помощи. Такова реальность. Займитесь лучше собой. Давайте говорить откровенно. Вы думаете, Богу нужна ваша помощь? Вот что я вам скажу. Не пытайтесь встать на место Бога. Бог встал на ваше место, и благодатью мы стали теми, кто мы есть. Аллилуйя. Смотрите, третий стих. Давайте прочтем со второго стиха. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». О, вам нужно это услышать. Вы слышите? Еще раз. Четвертый стих. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа». Это те из вас, кто оправдывается законом, кто пытается достичь праведности своими силами, кто думает, что соблюдение закона делает вас праведными, что ваше хорошее поведение сделает вас праведными, что ваши добрые дела сделают вас праведными людьми. Обращаясь к таким людям, он говорит, «Если вы идете своей силой, делаете акцент на соблюдение закона, думая, что стоит только попеть, и все обязательно получится, Библия говорит о таких людях, что они отпали от благодати». Вам наверняка доводилось слышать о рожденном свыше человеке или о служителе, который впал в грех, о таком говорили, что он отпал от благодати. В действительности, тот человек, который впал в грех, подпадает под действие благодати. У него есть уникальная возможность довериться Богу, который поможет ему выбраться из сложившейся ситуации. Но тот человек, который решает положиться на себя, на свои силы, вместо того, чтобы довериться Богу, отпал от благодати в тот момент, когда он отказался довериться Богу и всецело полагаться на Него и предпочел положиться на себя и на свои силы. Такой человек отпал от благодати. Павел предостерегает верующих, говоря, не отпадите от благодати. Вы получили оправдание через веру в Иисуса Христа, а теперь хотите стать праведными через исполнение закона и добрых дел. Как я уже говорил, все зависит от того, на кого вы полагаетесь. Рассчитываете ли вы на себя или на Христа? Если вы живете по принципу «На Бога надейся, а сам не плашай», если вместо того, чтобы положиться на Его завершенную работу, вы рассчитываете только на себя, вы отпали от благодати. Друзья, вот что я вам скажу. Мы много раз читали это местописание вскользь, пробегая его глазами, но теперь через призму Нового Завета все встало на свои места и обрело смысл. Аминь. Итак, дальше. Пятый стих. «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, а мы духом». Чем? Еще раз, чем? Чем? У меня такое ощущение, что мы одна большая семья. Не возражайте, если я присяду, и мы продолжим наше общение в более неформальной обстановке. «А мы духом». Он говорит о чем-то, что идет вразрез с делами закона. Он пишет, «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Вы только посмотрите на это. «Праведность достигается не делами, а верой». Пятый стих. В расширенном переводе написано, «Но мы не полагаемся на закон, мы не делаем его своей точкой опоры, но при посредстве Святого Духа через веру страстно ожидаем и предвкушаем обещанное благословение и всякое благо, на которое мы можем надеяться благодаря обретенной праведности своей правильной позиции перед Богом, своему послушанию Его воли в своих мыслях, делах и намерениях. Иначе говоря, благодаря моей вере в то, что совершил Иисус, мы уповаем на Его завершенную работу, опираясь на то, что Он уже сделал. Не на закон, не на свою способность скрупулезно исполнять все Его предписания, наша надежда на кровь и на завершенную работу Иисуса Христа и на мою веру в то, что дано мне по праву, потому что я сделался праведным через веру. Вот на что я уповаю. На то, что я праведность Божья, а посему мне по праву принадлежит свобода, исцеление и преуспевание. Благодаря моей вере в праведность через Иисуса Христа. Понимаете? Аминь. Итак, смотрите. Здесь сказано, «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Вы только посмотрите на это. «Ибо во Христе Иисусе мы в Нем. Мы во Христе. Во Христе не имеет значения ни обрезания, ни необрезания. А что имеет значение? Послушайте меня внимательно. Моя вера. Моя вера, действующая любовью. В этом и заключается суть Нового Завета. Апостол Иоанн в своем первом послании пишет, что это не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас. Это еще одна уловка религии. Религия заставила нас поверить в то, что мы должны любить друг друга, чтобы моя вера пришла в действие. Что если я не буду вас любить, то и моя вера не будет работать. Но тогда получается, что качество моей веры напрямую зависит от качества исполнения. вы скажете, а что же нам теперь делать? Вы забыли, что отныне Святой Дух будет учить вас тому, в чем вы раньше руководствовались буквой закона. Никто не говорит, что вам не нужно хорошо себя вести и работать над собой. Разве что руководствоваться вам нужно не законом, а духом. Святой Дух научит вас любить и правильно себя вести. Говоря о том, что вы свободны от закона, я вовсе не призываю вас пуститься во все тяжкие. мы говорим о том, что Святой Дух, который гораздо лучше закона, будет учить вас. Он затронет те сферы, которые не записаны в законе. Что-то, что касается лично вас, говоря о тех колкостях, сказанных в ваш адрес, которые ранили ваши чувства много лет назад, о тех ситуациях, которые с вами произошли. Он знает, как поднять это на поверхность, как и то, что стало причиной вашего поведения и как это исправить. Я не говорю, что теперь, когда вы не под законом, вам не нужно любить, прощать и вести себя подобающим образом. Никто этого не говорит. Я хочу сказать, что Дух Святой научит вас, как себя вести, как любить, как жертвовать и тому подобное. Я буду говорить об этом, пока вы этого не поймете. Мне постоянно приходится слышать разного рода оправдания, как кто-то говорит, я говорю им, что Бог простил их грехи, а они отвечают, но в Библии сказано, что все грешники от дьявола. Но там вовсе не это имеется в виду. Не забывайте о контексте. Кого вы пытаетесь провести, Библию необходимо читать в контексте, чтобы у вас не возникло подобных ситуаций. Понимаете? Итак, Так что же все-таки он имеет в виду, говоря о вере, действующей любовью? Нам доподлинно известно, что в Новом Завете он говорит такие слова. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Также нам известно, что мы не научимся любить, прежде не познав Божью любовь. Опознав Его любовь, мы постигнем искусство любви, потому что Он прежде возлюбил нас. Представьте, что мы пытаемся любить других людей, как себя самих. А как быть тем, кто себя не любит? Но Бог даровал нам свою благодать и сказал, «Я научу вас любить, а еще я хочу, чтобы вы поверили в мою любовь к вам?» Что приводит мою веру в действие? Моя вера в то, что Бог любит меня. Когда я это знаю и верю, что Бог любит меня, моя вера приходит в действие. Или, скажем так, действенная вера – это следствие моей веры в Его любовь. Действенная вера – это следствие моей веры в Его любовь. Действенная вера – это следствие вашей веры в Его любовь к вам. Мне не обязательно любить вас, чтобы моя вера была эффективной. Ваша вера не будет работать, если вы не верите, что Бог любит вас. Я могу сколько угодно говорить, что люблю вас, но если при этом я не верю, что Бог любит меня, моя вера не будет работать, как вы можете доверять тому, в чьей любви вы не вполне уверены. В первую очередь дьявол будет всячески пытаться поколебать вашу уверенность в том, что Бог любит вас. Любое путешествие веры берет свое начало с этого. Верю ли я, что Бог любит меня? Прежде чем вы будете читать библейские стихи на тему исцеления, преуспевания и освобождения, знайте, что вам будет крайне сложно поверить в прочитанное, если у вас нет уверенности в том, что Бог любит вас. Если вы мне не верите в следующий раз, когда дьявол вас атакует, начните читать эти библейские стихи, если засомневались в Божьей любви к вам. Если вы хотите увидеть проявление своей веры, вы должны быть точно на сто процентов уверены в том, что Бог любит вас. А чтобы иметь подобную уверенность, вам очень важно знать, что Его любовь к вам проявилась в том, что Он простил и очистил вас от всех грехов, прошлых, настоящих и будущих. Когда вы поймете, как многое вам было прощено, вам будет намного легче принять и то, как сильно мы любимы. Но если вы до сих пор не уверены, если вы заметили, чаще всего Бог связывает ваше исцеление и освобождение с прощением грехов, потому что те же раны, которыми вы исцелились, даровали вам и прощение грехов. Он был изранен за грехи наши, и ранами его мы исцелились. Проявление его обетования в вашей жизни находится в прямой зависимости от того, знаю ли я в своем сердце, что Бог любит меня. Что Бог любит меня. Кто-то может сказать, ну и что в этом такого? Это самое важное послание из всех, что я когда-либо проповедовал. И дьявол делает все возможно, лишь бы только я об этом не говорил. Причем что-то из этого происходит со мной прямо сейчас. Но Бог любит меня. Вы понимаете мою мысль? Бог безраздельно любит меня, и я их не виню. Заставьте его замолчать. Не выйдет. Это Евангелие. Да, но я думал, что вы проповедуете Евангелие преуспевания. Нет такого Евангелия. Есть только одно Евангелие. Это Евангелие благодати, Евангелие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Нет ни Евангелие исцеления, ни Евангелие преуспевания. Есть только одно Евангелие. Это Евангелие благодати, Евангелие Христова. И это сногсшибательное известие, что в один прекрасный день Иисус пришел и сказал, «Пойдите, соберите всех безбожников и скажите им, что Бог вменяет нечестивому праведность без дел». Вам надо это принять. если вы до сих пор сомневаетесь в том, что Бог простил ваши грехи, значит, вы не до конца уверены в Его любви к вам. Вы сомневаетесь в том, что Бог простил ваши грехи. Он простил все ваши прошлые, настоящие и будущие грехи. Если бы вы умерли прямо сейчас, то не потеряли бы свое спасение. Вы уже посажены со Христом на небесах. Но из-за разногласий по этому вопросу человечество возвращается к закону. Многие любят закон, потому что теперь им есть чем заняться. Людям хочется что-то делать, чтобы потом было чем хвалиться. Библия ясно говорит, в Библии сказано, кому-то из вас это не понравится, но в Библии сказано, не хвалитесь своими богатствами, не хвалитесь своей мудростью, но хвалитесь своим познанием и пониманием Иисуса Христа. Вот чем вам надо хвалиться. Это и есть Евангелие. А знаете, где мне пришлось проанализировать свою жизнь? Где в моей жизни я все еще полагаюсь на свои силы? Где в своей жизни я все еще пытаюсь исполнять закон? Изначально христианство не было задумано как религия. Оно превратилось в религию. Христианство это отношение с Богом, когда вы следуете за Божьим Духом, а Он ведет, направляет и учит вас. Но оно превратилось в религию, потому что мы взяли закон Ветхого Завета и решили, что будем соблюдать его предписания в рамках Завета Благодати. Слава Богу! Друзья, это и есть Евангелие. И я рад возможности донести его до вас. Аллилуйя! Вы хотите иметь действенную веру. Помните, что сказано в послании к римлянам 5.5. Там сказано, что надежда... Он начинает с того, что... Давайте мы его откроем. Заложите послание к галатам. Я знаю, что не должен уходить из послания к галатам, но кто сказал, что не должен этого делать? Я под водительством великого учителя. римлянам 5.5. А надежда не постыжает. Почему? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Какие сильные слова. Я много раз читал и пересчитывал это местописание. Признаться, я никогда не обращал внимания на первую часть стиха, а только лишь на то, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Но здесь говорится «А надежда не постыжает». В расширенном переводе написано «Такая надежда никогда не разочаровывает, не обманывает и не заставит вас краснеть». Вы знаете, что значит надеяться? Это значит предвкушать, всерьез ожидать чего-то. В Библии сказано, что имея такое ожидание, вы не будете разочарованы, потому что любовь Божья излилась в ваши сердца. Смотрите, что он излилась в ваши сердца. Если вы примете эту любовь, которая излилась в ваши сердца, если вы поверите в эту любовь, которая излилась в ваше сердце, вы не будете разочарованы. Почему? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Духом Святым. Так что если вы молились, но не получили ответа, если вы сеяли, но ответа еще не видели, вы что-то исповедовали, но ответ еще не пришел, вы упражняли свою веру, но все еще не получили обещанное, примите твердое решение, что бы там ни было, Иисус любит меня. Он любит вас не потому, что это вы такие хорошие. Он любит вас, потому что Он так хочет. В этом суть благодати. И дело вовсе не в ваших заслугах. Как только вы начнете ее зарабатывать, это уже не благодать. Скажите, у меня есть изобилие незаслуженного благоволения. Чаще всего люди не получают ничего от Господа, думая, что они этого не заслужили. А Бог говорит, я знаю, поэтому и даю. Господи, за что мне все это? Я этого не заслужил. А вот именно и поэтому. Если вы заметили, из двух зол Бог всегда избирает худшее. Когда вы ищете сотрудника или руководителя, вы выбираете самого лучшего претендента с чистой анкетой, тогда как Бог всегда выбирает самую неподходящую кандидатуру. Кого-то, кого мы с вами никогда бы не выбрали. Посмотрите хотя бы на Павла. На то, что он собой представлял. Я думаю, что она не пришлась не сладко. Ты хочешь, чтобы я пошел и помолился за этого человека, который только что арестовал мою семью и убил друзей? Но только любовь Христова поможет вам любить тех, кто вам неприятен. Самое время определиться. Я знаю, что Бог любит меня. Знаете, что делает большинство верующих, стараясь получить ответ от Бога? Они начинают смотреть на свое поведение в прошлом, чтобы понять, заслуживают ли они того, чтобы получить что-либо от Господа. Они анализируют свое прошлое. Но если они не будут осторожны, то их прошлое осудит их и помешает им принимать что-либо от Господа. Слава тебе, Господь! Примите тот факт, что Бог прощает и любит вас. И если Он что-то для вас делает, то это вовсе не потому, что вы этого заслужили. Он делает это, потому что Он благ. И Его благость преобразит вас. Она изменит вашу жизнь. Благодаря Его благости вы будете жить так, как угодно Ему. Вы поймете, что и без закона Моисеева способны ходить путями, которыми вас будет вести Дух Божий. Вы знаете, когда вы уверовали, вы приняли Духа Божьего, получили Божью любовь, плод Духа. У вас есть исцеление, освобождение, преуспевание. Все это было вложено в ваш Дух. А чтобы все это нашло свое воплощение в вашей жизни, вам надо просто в это поверить, научиться доверять, уповать. И не паникуйте. Как-то раз я обратился к Господу и сказал, «Господи, помоги мне не волноваться, когда что-то случается». Я не умею. Мне чего-то не достает. Помоги мне не тревожиться. В последнее время я все чаще говорю, что не могу этого сделать. Кто-то скажет, «Это плохое исповедание. Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе». Как только я пойму, что исчерпал себя, и смогу себе в этом признаться, что я не могу на себя рассчитывать, что я исчерпал свои возможности, что мне не достает мудрости и знаний. Ты, Господь, моя единственная надежда. В этот момент Он принимается за дело, потому что нашел кого-то, кто всецело полагается на Него. В Библии не говорится, чтобы мы полагались на Него двадцатью процентами своего сердца. В Библии сказано, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум свой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Я хочу знать, каково это — жить под водительством Святого Духа. Аминь. Итак, как привести свою веру в действие? Через веру в то, что Бог любит вас. Если ваша вера бездействует, не смотрите, сколько раз вы прочитали или не прочитали Библию. Убедитесь, что нет ничего, что бы заставило вас усомниться в том, что Бог совершенно точно любит вас. устраните причину, и ваша вера придет в действие. Понимаете? Седьмой стих. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» А вот это уже интересно. Здесь он пишет о людях, которые пытаются помешать вам поступать по истине. Они плохие учителя. Я не говорю, что они плохие люди, просто их учение не соответствует истине. Послушайте шестой стих в расширенном переводе. «А если мы во Христе, то уже не обрезание, ни необрезание». Седьмой стих. «Вы бежали дистанцию достойно». Он пишет о людях, которые освободились от закона и приняли Божью благодать. «Вы бежали дистанцию достойно». Я утверждаю, что люди, живущие под благодатью, живут достойной жизнью. «Вы бежали дистанцию достойно». Кто препятствует вам, удерживает и останавливает вас от того, чтобы вы могли внимать и следовать истине? Кто вам мешает? Кто мешает вам жить в благодати и в уповании на Иисуса? Какая социальная сеть мешает вам жить в уповании на Иисуса? Восьмой стих. «Такое убеждение нет призывающего вас». Получается, что это исходит не от Иисуса. Это порочное убеждение исходит не от того, кто призвал вас к свободе во Христе. Призыв вернуться от свободы во Христе к рабству закона явно исходит не от того, кто вывел вас из рабства. А вот это уже интересно. Я слышал много разных мнений на этот счет. Но мы будем читать это местописание в контексте, чтобы не впасть в заблуждение. Вы понимаете, что он имеет в виду. Он имеет в виду, что в вашей свободе угрожает законничество. Тот факт, что вы теперь живете под благодатью, подвергается угрозе возвращения к закону, угрозе отпасть от благодати, угрозе начать надеяться на себя, вместо того, чтобы уповать на Бога. Послушайте, что он пишет. Малая закваска заквашивает все тесто. Важно помнить о контексте, не так ли? Итак, что он хочет этим сказать? Малая закваска, будь то небольшое отклонение от истины, или несколько лжеучителей, заквашивает все тесто, целиком искажая представление о вере, и ведет всю церковь по ложному пути. Такой человек говорит, «Я знаю, что Иисус простил вам все грехи, но есть такие грехи, о которых вам не следует забывать. И все сводится к нулю. Я знаю, что Бог простил вас, но есть то, за что вы рискуете попасть в ад. Это все портит». Небольшое отклонение ведет к сомнению, вызывает непонимание, производит смущение. Такой человек говорит, что мы спасены по благодати, что нам нечем хвалиться, и в то же время утверждает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. это и есть малая закваска в небольших количествах. Даже не знаю, что и сказать. Все эти годы я пытался найти золотую середину в этом вопросе. Всего лишь малая закваска. А оказалось, что и не нужна никакая закваска, а только лишь Христос и ничего более. Мне больше ничего не нужно. Теперь, когда у меня есть Христос и Его кровь, мне больше ничего не нужно. Аллилуйя. А мне что делать? Доверьтесь Ему. Доверьтесь Ему. Положитесь на Него. Сделайте Его своей точкой опоры. Чтобы вам было абсолютно нечем хвалиться. Потому что все, что мы можем сделать, это довериться завершенной работе Иисуса. Да, это наносит ущерб вашему титулу пророка или пророчицы. Потому что теперь вам нечего поставить себя в заслугу. Это умаляет ваш титул ходатая. Потому что теперь вы не можете сказать, что стало результатом ваших молитв. Теперь вам нечем хвалиться. Это сводит на нет все ваши программы церковного роста. Существует лишь один секрет церковного роста. Благодать. Но для людей, которые привыкли жить по плоти... А что такое плоть? Мы привыкли думать, что плоть — это когда человек грешит. И это так. Но кроме того, плоть — это ваши дела. Ваши достижения. Ваше стремление соответствовать и заслужить благословение. Но дело в том, что вы уже удостоились всякого благословения, когда получили новое рождение и сделались праведными через веру. если только вы верите в то, что это так. Аллилуйя. Гряди, Господи Иисусе. Я хотел бы увидеть Иисуса. Но я думаю, что Он скажет то же самое. Бог говорит, «Я хочу увидеть Христа в вас». Да. У кого из вас жизнь изменилась после того, как вы пришли в церковь? Это происходит не благодаря вашим усилиям. Вы преображаетесь, взирая на Иисуса, созерцая Его Слово и ходя в Его любви. Вокруг вас творятся удивительные чудеса, а вам остается только удивляться, глядя на происходящее. А что нужно делать, чтобы подобное происходило всегда? Просто взирайте на Господа, пребывайте в Его Слове и пусть Его Слово станет плотью. Когда на смену вашим мыслям приходят Божьи мысли, в этот момент Слово становится плотью, становясь частью вашего существа. Доверьтесь Господу, и Он будет говорить с вами, направлять вас. Он укажет вам путь и подскажет, как поступать. Но религия заставляет нас искать признания. О, да! Как сказал мой папа, одному из своих внуков, когда купил ему на Рождество новенький велосипед. Его внук сказал, «Иисус подарил мне велосипед», на что мой папа ответил, «Нет, это не Иисус, а я тебе его купил». Да благословит Господь его душу. И слава Богу, что он благословлен. Аллилуйя. Друзья, я испытываю такой подъем, такую радость. Меня это будоражит. Моя вера крепнет, потому что Бог любит меня. Аминь. Итак, смотрите, я прочитаю этот стих еще раз. «Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. И это вызвало у меня серьезную озабоченность, потому что здесь он пишет о том, что любой человек, кто вмешивается в то, что вы верите, будет наказан. И тут я подумал, «Ну хорошо, ладно». Павел пишет, «Со своей стороны у меня есть уверенность в отношении вас, в Господе, что вы не займете позицию, противоположную моей, но будете единомысленны со мной. А тому, кто смущает вас, кто бы он ни был, придется понести наказание». Я не знаю, что это за наказание, и не берусь делать каких-либо предположений, но мне бы не хотелось оказаться на стороне тех, кто смущает людей и мешает им жить по благодати. Только не я. Одиннадцатый стих. «За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы». В расширенном переводе написано, «Но, братья, если я до сих пор проповедую обрезание, в чем некоторые меня обвиняют как условия спасения, то почему я все еще терплю гонения? В этом случае крест уже не является камнем преткновения и не имеет смысла, потому что с ним покончено». Двенадцатый стих. «О, если бы удалены были возмущающие вас». Он говорит о тех учителях, которые пытаются вернуть людей в рабство. «Хотел бы я, чтобы те, кто смущает вас и сбивает с толку, отошли от вас подальше и совсем бы оставили вас». Вот это да. Далее, в тринадцатом стихе, он дает определение свободе от закона. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо вы, братья, были действительно призваны к свободе, к свободе от закона. Только бы ваша свобода не стала поощрением для плоти, возможностью или оправданием, для эгоизма, но любовью служите друг другу». Итак, «Слава Богу, я был освобожден от закона». «Слава Богу за то, что теперь, когда я свободен от закона, я могу всецело положиться на моего Господа Иисуса Христа». В то же время в Библии сказано «Не допустите, чтобы эта свобода стала для вас поводом». Как бы мне так сформулировать мою мысль, чтобы вы ее уловили? Помните местописание, где говорится, что буква убивает, а дух животворит? Принято считать, что буква — это Ветхий Завет, тогда как буква — это все то, что возвращает вас к собственным усилиям, заставляя полагаться на свое поведение. Буква — это все то, что заставляет вас полагаться на себя больше, чем на Бога. «Таким образом, полагаясь на плоть, вы полагаетесь на дела». Когда я полагаюсь на плоть, по примеру Авраама, который поступил так, как счел нужным, несколькими стихами ниже мы читаем о его делах. И вот что это такое. Плоть — это дела, результат ваших усилий, не основанных на Иисусе. Не позволяйте себе даже время от времени полагаться на себя, на свои дела. И также не позволяйте себе думать, что эта свобода принадлежит вам одному. Он говорит о ходатайстве, о теле Христовом и о том факте, что я уповаю на Христа не только ради себя, но и ради других. И далее он говорит о любви друг к другу, о том, что моя любовь как результат этой свободы позволит мне распространить мое понимание о том, что я имею в Иисусе на окружающих. Потому что он сказал, «Я люблю вас и хочу, чтобы вы распространили эту любовь на других». Но не позволяйте эгоизму проникнуть в ваше сердце. Не будьте настолько эгоистичны, чтобы не пожелать поделиться этим с другими людьми. приведу пример. Павел пишет, «Благодатью Божьей я есть то, что я есть». Кто-то подходит к вам и спрашивает, «Как вы добились такого успеха?» И вы выдаёте ему целый список. Прочитайте эту книгу, посетите семинары, сделайте то-то и то-то. Постойте, а разве не благодать дала вам всё это? Ну да, почему думаете, что благодать не сделает то же самое и для них? Понимаете? Дальше. Четырнадцатый стих. «Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Соблюдение всех требований закона сводится к тому, чтобы мы любили своего ближнего той любовью, которую приняли от Иисуса, а Он научит нас, как любить. Итак, дальше. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Он говорит о последствиях того, когда люди не живут в любви друг с другом. И Дух Святой будет учить вас этому, потому что Он есть Дух Любви. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание. Я говорю, поступайте по Духу. Вы получили свободу. Поступайте по Духу. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Мне нравится расширенный перевод этого стиха, так как Он раскрывает всю Его суть. Здесь сказано, «Но я говорю, ходите и живите постоянно во Святом Духе. Пусть Он направляет вас, а вы, отвечая водительству, будьте под Его контролем. Тогда вы на самом деле не будете исполнять вожделений и желаний плоти, грешной человеческой природы». И так Он дает вам этот ключ. Закон этого сделать не может. Он говорит, что если вы сосредоточитесь на том, чтобы поступать по Духу, вам не придется беспокоиться об исполнении собственных желаний. Если вы будете все время стараться поступать по Духу, вам не придется беспокоиться о делах закона, потому что Дух Божий никогда не подтолкнет вас к вашим собственным усилиям, иначе говоря, к делам плоти. Будет ли Он давать вам наставления? Да, Он будет давать вам наставления, исполняя которые вы будете вознаграждены. Опять-таки, возвращаясь к вопросу о зависимости, суть в том, что вы зависите не от себя, а от Духа Святого, от Его водительства и руководства. Поэтому вам незачем беспокоиться о плотских похотях. Чаще всего мы думаем о сексуальной похоти, но это нечто большее. Это возврат к упованию на себя. на свои силы. Ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Ибо плотские желания сопротивляются Святому Духу. Это правда, не так ли? А желания Духа сопротивляются плоти, безбожной человеческой природе. Это правда. Ибо они враждебны друг другу, постоянно противятся и конфликтуют друг с другом. И потому вы не можете делать то, чего бы хотелось. Вам постоянно что-то мешает. Другими словами, вам придется выбирать. У вас есть выбор. Быть водимыми законом, плотью или поступать по Духу. Если вы будете все время находиться между ними, то вообще ничего не достигнете. 18 стих. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Однажды меня спросили, а как понять, что я не под законом? Вы не под законом тогда, когда находитесь под водительством Духа Божьего. Когда вы под водительством Духа, вы не под законом. Духа Божьего. Духа Божьего.